Вечер добрый! В эфире программа «Экономикс» в студии Маргариты Белова и сегодня в выпуске. Не дождались моря погоды. Алтайским аграриям приходится убирать урожай в дождь и снег. Как это скажется на качестве и количестве? И если выход из природной ловушки, расскажем в основном выпуске, а начнем с краткого обзора новостей недели. Россияне смогут застраховаться на случай потери работы. С такой инициативой выступила Федеральная служба по труду и занятости населения. Планируется, что страховые полисы, по которым граждане смогут получить компенсацию при увольнении, будут выдавать всем желающим. О других новостях, которые произошли в стране и крае, расскажем далее. Власти края предложили механизм, согласно которому детские сады, больницы и школы должны будут закупать продовольствие исключительно местных производителей. В ближайшее время региональное управление по пищевой и перерабатывающей промышленности планирует скорректировать поставки социальных учреждений алтайских продуктов. Руководство московской полиции предлагает штрафовать попрошаек на тысячу рублей, если нищий попросит подаяние в общественном месте, и на пять тысяч, если в метро. В рамках этой инициативы чиновники мэрии Москвы должны составить список мест, где просить милостыню все-таки можно. Алтайские хозяйства, которые приобрели тракторы местной сборки, получат по полмиллиона рублей компенсации. В пресс-службе Главного управления сельского хозяйства региона отмечают, что такие желающие нашлись, их 16. Отметим, что сумма компенсации составляет 10% от стоимости машины. На лечение российских чиновников могут быть потрачены дополнительные средства из бюджета. Соответствующие поправки в федеральный закон об охране здоровья граждан подписаны президентом. Раньше медицинскую помощь на особых условиях оказывали только жителям закрытых административно-территориальных образований и сотрудникам вредных производств. Теперь к ним добавятся и госслужащие. Дождь и мокрый снег. Второй год подряд алтайским аграриям приходится убирать урожай при такой погоде. Нетронутый комбайном поля сегодня есть во многих районах края. Влажность культуры очень высокая. Многим хозяйствам приходится сдвигать сроки или вовсе оставлять выращенное до следующего года. О предварительных итогах уборки, а также о трудностях в работе аграриев наш сегодняшний материал. Михайловский район – зона рискованного земледелия. Местные сельхозпроизводители привыкли работать в трудных условиях. Но последние два года здесь дружно называют экстремальными. Летом, когда нужен был дождь, стояла засуха. Осенью измучили дожди. Ждали заморозков, а пошел снег, который тоже не спас. Смысла выгонять в поле сейчас технику нет, говорят руководители хозяйств. Комбайны просто не могут работать в таких условиях. В итоге зерновые, например, приходится оставлять гнить на полях. Сколько потери на денег, точно никто сказать не может. Но убытки исчисляются миллионами. Там, где уборка была затянута и зерновые попали под дожди продолжительные и долго находились либо в волках, либо на корню, то есть, соответственно, мы понимаем, что качество кликовины у данных зерновых значительно теряется. А это значит, класс пшеницы снижается. А это опять же недополученные деньги. Для хозяйств, закредитованных вдоль и поперек, это большой ущерб. Плюс в этом году и урожай на зерна упало. В районе, говорят, до 10 центнеров с гектара против 14 с половиной в прошлом году. Что касается подсолнечника, то здесь не все потеряно, уверены полеводы. Эту культуру убирают и в мороз. Правда, качество семечки, как и пшеницы, при этом ухудшается из-за высокой влажности. Но предприимчивые аграрии нашли выход. В ряде хозяйств Михайловского района культуру сушат. Мы стали меньше зависеть от погодно-климатических условий. Появилась возможность убирать продукцию с более высокой влажностью, начинать раньше уборочные работы, что на некоторых культурах благоприятно сказывается с меньшими потерями. По данным Крайсельхозуправления, сегодня в регионе остаются неубранными порядка 12 процентов площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами. Но аграриев беспокоят не только проблемы с урожаем, но и общие принципы и подходы к работе. Говорят, раньше хозяйства могли напрямую договариваться с переработчиками о приеме продукции, о цене. А сегодня в Крайс зашли посредники-трейдеры. Руководители предприятий не хотят видеть крестьян у себя в кабинетах. Им удобнее работать с одним человеком, жалуются в хозяйствах. Но за чей счет будут зарабатывать новые игроки, уже очевидно. Общий прогноз синоптиков и аграриев неутешительные. Первые говорят, что осадки в ближайшее время сохранятся. А потому даже самые крепкие хозяйства в плане рентабельности в лучшем случае выйдут в ноль. Остальная часть рискует оказаться на грани разорения. Кстати, прошлый год именно из-за плохих метеоусловий, снижения урожайности и качества культур был отмечен рядом громких банкротств сельхозпредприятий. Посмотрим, чем завершится год нынешний. На этом у меня все. Новый выпуск программы «Экономик». Смотрите, как обычно, в четверг. До встречи.